МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Прививаться или нет? Как саровчане относятся к вакцинации от ковид-19? Вода по коленам. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Как проходила ликвидация последствий? Далее расскажем обо всем подробно. Получать две пенсии одновременно, согласно новому законопроекту Госдумы, смогут отдельные категории граждан. В нашей стране предусмотрено три вида пенсионных выплат. Страховая пенсия по старости в связи с выслугой лет и по инвалидности. Гражданин из этих видов может выбрать только один. Однако в некоторых случаях россияне могут воспользоваться сразу двумя основаниями для получения двух разных выплат. В первую категорию входят те, кто получает пенсию по инвалидности из-за травмы на госслужбе. К этой категории относятся военнослужащие и правоохранители. Они могут получать пенсию по инвалидности, а также страховые выплаты. При этом трудовой стаж должен насчитывать минимум 12 лет. Вторая группа – члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Но родственники могут рассчитывать на выплаты лишь при достижении определенного возраста. Для женщин это 50 лет, для мужчин – 55. К третьей категории относятся гражданские госслужащие, которым положена специальная доплата за выслугу лет. Также на фиксированную прибавку к пенсии могут рассчитывать пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей студентов, обучающихся в научных отделениях в вузах. Сельские пенсионеры, пожилые граждане, достигшие возраста 80 лет, и инвалиды первой группы. Продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. По всей стране один или оба компонента получили более 12 миллионов россиян. Сертификаты о вакцинации выдали 4,5 миллионам. В Нижегородской области оба этапа прошли почти 170 тысяч человек. В Сарове вакцинировались более 7 тысяч граждан, из них около 5 тысяч – вторым компонентом вакцины. Как относятся к вакцинации от ковида в Саровчане, выясняла наша съемочная группа. Цифры статистики говорят, что заболеваемость COVID-19 в России удалось взять под контроль. Возможно, свою роль в этом сыграла массовая вакцинация. Сегодня в России прививают тремя видами вакцин. В Сарове также проходит активная прививочная кампания. Давайте узнаем, как к ней относятся горожане. – Положительно, я рада. Сделала давно уже прививку. Все хорошо прошло. – Буду прививаться. – Будете прививаться? – Обязательно. – А для чего вам это скажите? Для чего нужно прививаться? – Для чего нужно прививаться, чтобы не заболеть ковидом? – Я не знаю, кто как, но я пока не хочу. – Вы знаете, это дело личное. Только личное. У людей бывают аллергии на какие-то препараты, поэтому это выбор на большинство. В общем-то, советуют, врачи советуют. – Я думаю, что да, потому что это все-таки профилактика либо меры, которые помогут оградить распространение данной инфекции. – Есть люди переболевшие, есть люди не переболевшие. – Переболевшие даже, я считаю, что через полгода надо прививаться. Но защита есть защита. – Нам говорят про пресловутый коллективный иммунитет, но это на самом деле, пока мы этот вирус, пока этому вирусу не станет неуютно среди людей, этот вирус будет процветать. А для того, чтобы ему стало неуютно, должен быть коллективный иммунитет. Это же азбука прописная. Поэтому вот так бабушка у нас сегодня орденоносец. – С 12 апреля по 31 мая в Сарове пройдет месячник чистоты и благоустройства. В его рамках наведут порядок на городских территориях, а также отремонтируют асфальтовое покрытие. Общегородской субботник намечен на 23 апреля. Также запланированы акции «Лес Победы» и «Сад Памяти». А 24 и 25 апреля Саров присоединится к акции «Большой Нижегородский субботник», который проходит во всем регионе в рамках нацпроекта «Экология». Желающих прибраться обеспечат мешками и перчатками. Для этого необходимо обратиться по телефону 977-81. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Утром 6 апреля на улице Силкино произошла авария. Судя по видео с камер наблюдения, водитель Рено не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Веста». Поврежденные автомобили на время перекрыли движение на одной из полос. В Саровском отделении ГИБДД сообщили, что пострадавших нет. Участники аварии решили не вызывать сотрудников дорожной полиции и составили европротокол. Виновного будет устанавливать страховая компания. Начался конкурсный отбор в Международный детский центр «Артек» на шестую смену «Мы, дети, твои, Россия». Заезд состоится 15-16 мая, отъезд 4-5 июня. Подать заявку можно с помощью автоматизированной информационной системы АИС «Путевка» на основе электронного портфолио на сайте «Артек-дети». Более подробную информацию о получении путевки можно узнать на сайте артек.орг в разделе «Информация для родителей». Прием заявок продлится с 5 до 12 апреля. Подведение итогов конкурсного отбора состоится 19 апреля. 9 апреля Музей ядерного оружия «РФИАЦ-МНЕФ» приглашает саровчан на первый в этом году вечер видеостудии в НЕФ, посвященный 75-летию ядерного центра. В программе – просмотр и обсуждение документалистики, отражающей историю КБ-11 и «РФИАЦ-МНЕФ» в фильмах, книгах и публицистике. Ведущий вечера – главный специалист Музея «РФИАЦ-МНЕФ» Виктор Лукьянов. Начало в 17.00. Вход свободный с обязательным использованием средств индивидуальной защиты для лиц старше 16 лет. Не проехать, не пройти. Каждый год гаражи по улице Арзамасской заливают. Весной талой водой, летом после дождей и ливней. Дороги превращаются в реки, а в погреба можно нырять с аквалангом. После безуспешных попыток решить проблему, собственники обратились в городской дозор. Ну вот так вот мы добираемся теперь до нашего гаража, чтобы хоть как-то посмотреть, что там происходит. Без резиновых сапог к гаражу не подобраться. По кооперативу номер 4 местами можно смело передвигаться на лодке. Вода течет не только между гаражами, но и внутри них. По словам председателя ПГСО номер 4, проблемы начались с того момента, как в городе закончили реконструкцию аэродрома. Специалисты допустили ошибку в проекте. Рельеф в этой местности так, что уклон в сторону нашего гаражного общества. Взлетной полосой новый, там водораздел определенный произошел. Та вода, которая раньше уходила в сторону 27-го, 3-ю кооператива, она сейчас идет вся к нам. После того, как снег начал активно таять, гаражи оказались в воде. Но проблема беспокоит собственников не только весной. В прошлом году посередине лета был приличный ливень. И у нас уже затопило не только этот блок, но и четвертый блок, который в начале гаража. И затопило так, что вода стояла на 30 сантиметров выше уровня пола. То есть и машины, которые там были, и вещи все, у некоторых там электро-какие-то приборы, приспособы. Все замочило. Никто за это ответственности не несет. Семья Масловых с 2019 года борется с затоплением. С жалобами владельцы и председатели обращались и в прокуратуру, и в администрацию города. В первом случае им предложили подавать иск в суд о возмещении ущерба. Во втором пообещали взять ситуацию под контроль, но безуспешно. Обратившись с письмом к Голубеву, мы попросили, чтобы комиссия выехала на место. Вот как сейчас в данный момент. Посмотрели, что происходит, и приняли какие-то соответствующие меры. И приехали специалисты. И самое интересное, что специалисты приехали. Значит, нам в письме написали. Но это было только после того, как затопление произошло. Третий раз. На выезде проверку проводили специалисты ДГХ, ВНИЭФ, Саров, Гидромонтаж и ДЭП. 16 апреля 2020 года владельцам гаража пришло письмо с заключением. Администрации города Саров в адрес директора ВНИЭФ направлено письмо о принятии необходимых мер, исключающих подтопление территории. Указанный вопрос находится на контроле в департаменте хозяйства. Вот третий год подряд. Никаких результатов нет. Мы решили записаться лично на прием в главе администрации. Но началась пандемия. Наши письмо приняли. Ну и потом посчитали, что, наверное, это не столь важный вопрос. Впрочем, вода стекает не только в гаражи. На минувших выходных в интернет Саровчанин выложил видео, где река размывает фундамент новостроя на Зернова 24А и течет ниже. За разъяснением ситуации мы обратились в администрацию города. Займутся ли специалисты проблемой затопления ПГСО номер 4 и какими путями ее можно решить, чтобы люди, наконец, смогли нормально пользоваться гаражами, расскажем в следующих репортажах. Черная дата в истории. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. На ликвидацию последствий аварии отправились специалисты со всей страны. Одним из них был саровчанин Александр Кайдаров. Своими воспоминаниями он поделился с нашей съемочной группой. Прошло уже 35 лет с той страшной аварией, которая потрясла весь мир, изменила сознание и судьбы миллионов людей. Взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох и дал понять, что безопасность людей должна стоять на первом месте. По распоряжению главного инженера станции сделали эксперимент. Отключили 4 степени защиты, 4, которые предусматривали от всяких неожиданностей. Или в тот случай на кнопку нажал, или еще что-то. 4 степени. Все, всю систему защиты отключили, и реактор пошел в разгон. В результате теплового перегрева взорвался, и произошел выброс радиоактивных веществ. Облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров. К аварии никто не был готов. Пожарные не знали, как вести себя в зоне высокой радиации, и приехали на тушение без обмундирования. Ученые не понимали, как остановить распространение вредных веществ. Медперсонал утопал в пострадавших пациентах. Местные жители ничего не подозревали, так как СМИ молчали об аварии без малого трое суток. После эвакуации населения остров стал вопрос о восстановлении разрушенных объектов и остановке радиационных выбросов. На ликвидацию последствий отправились специалисты со всей страны. Строительство началось в начале июня. Александр Филиппович возглавлял управление производственно-технологической комплектации. Наша задача была обеспечить строительство всеми строительными материалами, механизмами, машинами, запасными частями. Колоссальные объемы – это круглосуточная работа. Работал три бетонных завода, которые обеспечивали. У нас было три базы, две в Тетереве, и одна была в 30-км зоне на границе. Закрыть источник радиации нужно было максимум за пять месяцев. Люди спали по два-три часа в сутки, работали на пределе возможностей с простейшей защитой. 30 ноября специалисты завершили строительство сооружения укрытия из бетона, металлоконструкций и свинцовых листов. Выполнили ту задачу, которая перед нами стояла. Получили высокую оценку своей работы. И была гордость за то, что мы большую пользу принесли не только Советскому Союзу, но и на международной арене укрепили свой авторитет. В преддверии годовщины ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС в Сарове пройдет ряд памятных мероприятий. Запланировано торжественное собрание и награждение. Кроме того, в честь памятной даты Союз Чернобыльцев хочет установить в нашем городе обелиск, посвященный тем, кто устранял последствия катастрофы, решается вопрос с финансированием. Всех чернобыльцев просят позвонить и сообщить о себе по телефону 5 16 45 9 13 74 8 920 074 73 42. Ловкость, внимание и быстрота мышления. 6 апреля во всем мире отмечают День настольного тенниса. В нашем городе этот вид спорта активно развивают в Клубе здоровья – Центр внешкольной работы. Об успехах воспитанников секции настольного тенниса расскажем в следующем репортаже. Настольному теннису все возрасты. Покорный олимпийский вид спорта стал популярным благодаря доступности для разных групп. Владимиру Садыкову 63 года. В настольный теннис начал играть в 13 лет во дворе дома. Позже его пригласили заниматься в Икаре. Работая на заводе «Авангард», мужчина познакомился с кандидаткой в мастера спорта Татьяной Ширяевой. Ну, потом стали уже тренироваться, с ней на счет играть. Вот через 8 лет я каким-то образом стал на союзном турнире чемпионом. Когда мне 26 лет исполнилось, это было в Держинске. Настольный теннис в нашем городе активно развивают в Клубе здоровья – Центр внешкольной работы. Секция существует более 20 лет, и за это время в ней успели достичь успехов десятки спортсменов. Ребята у нас занимаются с 7 лет, также у нас есть секция для взрослых, она платная. И один раз в неделю у нас тренируются ветераны нашего спорта. Мне хотелось сказать огромное спасибо нашим родителям, которые помогают нам, помогают своим детям, финансируют соревнования, покупают экипировки, ракетки. Большое за это им спасибо. Марина Беглова занимается теннисом второй год. Совсем недавно копилку достижений девочки пополнила серебряная медаль с турнира памяти Заногина, который прошел в Богородске 31 марта. Золотую медаль среди девочек завоевала ее сестра Ира. Когда я занималась первый год, меня это очень заинтересовало, и я пригласила свою сестру. Сейчас мы ходим с ней вместе. Настольный теннис улучшает концентрацию внимания, ловкость и быстроту мышления, дает способность быстро оценивать действия соперника и правильно отвечать на них. Заниматься этим видом спорта можно еще хотя бы потому, что это весело. Игру можно организовать за большим столом между членами семьи или в обеденный перерыв в холле между сотрудниками офиса. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин